Донецк Сразу после начала боевых действий компания прекратила работу в регионе. Стало страшно за жизнь сотрудников. Автомобили этих брендов, которые были в Донецке и Луганске, их конфисковали, их забрали. Были некоторые случаи, когда людей брали в заручники. Как объясняют участники рынка, с 2014-го на неподконтрольной Украиной территории официально купить автомобиль невозможно. Но на практике в оккупированных Луганске и Донецке торговля кипит. Оказывается, не все автосалоны разрушенные и опустевшие. Десятки иномарок на самый разный вкус, цвет и кошелек выстроены в ряды и ждут новых хозяев. Нет официальных дилеров, представителей официальных автосалонов. Но автомобиль можно пригнать сюда любой. Откуда же такое разнообразие? О тонкостях автобизнеса на подконтрольной боевикам территории Донбасс Реалии согласился рассказать житель Донецка Николай Сорокин. Он ведет небольшой видеоблог на автомобильную тематику, поэтому пристально следит за местными новшествами в этой сфере. 80% наверное Грузия. Также есть Россия и Польша, Литва, то есть европейские машины. Ну в основном это Грузия. Поскольку машины туда попадают из США, то состояние у них хорошее, объясняет Николай. Не менее важный фактор и стоимость. Мы решили сравнить цены на поддержанные автомобили на подконтрольной Украине территории и на оккупированной части Донбасса. Просмотрели объявления, где фигурируют машины в разных ценовых категориях, но результат всегда был один. По ту сторону линии разграничения машины гораздо дешевле. Так, к примеру, в Киеве за Nissan Tee до 2010 года придется отдать на 4 тысячи долларов больше, чем за такую же модель на неподконтрольной территории. Разница на Hyundai Sonata еще ощутимее – 5 тысяч долларов. Volkswagen Touareg 2007 года в столице также обойдется на 5 тысяч дороже. А гибридный шестилетний Lexus CT в Донецке и Луганске можно купить сразу на 7 тысяч долларов дешевле, чем такой же в Киеве. Такая впечатляющая разница из-за таможенных платежей. На подконтрольной Украине территории они могут удваивать стоимость машины. На оккупированном Донбассе выплаты значительно ниже и зависят от объема двигателя автомобиля. Нужно умножить 0,3 евро на количество кубиков. Ну вот, допустим, если это двухлитровая, то есть умножить на 0,3 евро – это примерно 600 евро. Вот это основное формирование цены. Низкие цены – казалось бы жирный плюс, но все перечеркивает значительный минус. Автомобили с номерами группировок практически невыездные. Такие машины могут свободно перемещаться только на оккупированных территориях и по России. Украинских номеров действительно больше. Большинство жителей нынешней территории имеют родственников, имеют какие-то, наверное, деловые связи. То есть они вынуждены постоянно ездить туда. И поэтому украинская регистрация автомобиля, она просто нужна, необходима. Участники рынка отмечают еще одну опасность территории группировок фактически вне правового поля. Правоохоронные органы так званых республик, они не співпрацуют ни с Интерполом, они не подключены до баз, они не могут даже вызначити, что какие-то автомобили в розшуку. Тому автомобили, например, крадені в тій же Грузии або в Российской Федерации, я не выключаю, что они могут попадать как раз на всю территорию. Хотя количество краденых автомобилей на территории группировок и без того зашкаливает, особенно часто машины отжимали в начале конфликта. Средь бела дня на глазах у всех. Именно так осенью 2014-го в оккупированном Луганске лишилась своего автомобиля Мирослава Щевинская. Теперь у Мирославы новая машина, новая работа и живет она в новом для себя городе. А те, кто остались по ту сторону линии разграничения, вынуждены приспосабливаться к другим правилам жизни и к псевдозаконам бизнеса в оккупации.